Привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Я, честно говоря, нахожусь в полнейшем шоке, потому что передо мной прямо сейчас лежат потерянные посылки с WildBees. Вы просили, я всегда читаю комментарии, было очень много комментов по теме потерянных посылок. И вот вы сейчас смотрите этот ролик. Я не считал, сколько здесь посылок, потому что покупал их просто большой коробкой по весу. Здесь 8 килограмм, каждый килограмм стоил мне 1000 рублей. То есть потратил я на все про все 8 тысяч рублей. Не знаю, насколько это окупится, но если вы помните, все наши распаковки посылок потерянных, это что-то неожиданное, какие-то сюрпризы, не всегда они приятные. Иногда товары, которые, казалось бы, вообще лучше не покупать, или зачем их вообще покупают, и кому это может быть нужно. Как обычно, ищите все эти товары, пишите стоимость, составляйте список в комментариях. Первый, кто это сделает, получит от меня лайк и подписку. Сегодня я снова снимаю с оператором. Оператор, помаши ручкой в кадр. Скажи мне, мой дорогой оператор, какую посылку мне открыть первой? Вот это? Забыл сказать. В этот раз пришла огромная коробка, в которой было все это. И некоторые товары упакованы вот так, то есть мы уже понимаем, что здесь какая-то губка. Но губка необычная, такой я не видел, если честно. Какая она жесткая! Ну, вероятнее всего, это губка для уборки. Не думаю, что это, типа, мочалка какая-то может быть, потому что она реально слишком жесткая. Но и уверен, что она стоит совсем недорого. А я хочу открыть коробочку, которая находится под губкой. Находилась, точнее. Красная кожа. Ребята, это что-то... Это что? Моя испорченная фантазия? Здравствуйте. Это кожаная юбка красная. Я почему-то подумал про предметы другого характера, которые делают из кожи. И присылают в коробках без обозначений. Ну да ладно. А кожа-то не настоящая. У меня разбегаются глаза. Очень легкая коробка. Не могу сказать, что там что-то прянькает. Там, скорее всего, что-то не цепучее и что-то легкое. Давайте посмотрим, что внутри. Это чай, ребята. Классик Блэк Тиа. Такой стоит, ну, рублей 60-70. Но он, в принципе, ничего и не весит. Так что я за него, можно сказать, ничего не заплатил. Все, мне надоели коробки. Давайте откроем какой-нибудь пакетик. Пакетик я хочу открыть вот этот. Не знаю почему. Там какая-то коробка. И там что-то прянькает. Я бы сказал, что это что-то средней тяжести. А что это? Брелок? Тавлетница? Нет, ребята, это карманный ролик для одежды. Ребята, это очень годная вещь. Я даже не видел такого никогда. Ну, это, наверное, с собой можно брать как, типа, путешествие, тревел-версия, чего-нибудь. С другой стороны, щеточка. Ну, тоже, естественно, для одежды. Блин, классно. А сколько она может стоить? Ну, как минимум, она явно стоит, я думаю, больше 100 рублей. Потому что она выглядит клево. Ну, и вещичка довольно необычная. Распаковываем дальше. Там что-то мягкое. Прокладки женские. Оператор, выбирай. Вот это? Это, наверное, альбом какой-нибудь для рисования. Посылочка легкая довольно. Гнется. Надеюсь, ее можно было сгибать. Давайте посмотрим, что внутри. Это не альбом, ребята. Это папки для документов. Как они называются? Скорщеватели? Я снова хочу открыть какую-нибудь коробочку. Мне нравится вот это. Она такая миниатюрненькая. Она очень легкая. Это бусы. Если б не было сердечек, можно было бы использовать как реквизит для съемок, например. Оператор, тебе нравятся бусы? Блин, я тебе хотел подарить на день рождения. Ну ладно. Сколько стоит, не знаю, но по-моему, это обычный пластик. Если мне не изменяет моя интуиция, тут что-то наподобие ручки. Это ручка. Только она какая-то очень странная. Это вечный карандаш. Железный наконечник из какого-то сплава, который рисует бесконечно. Есть какая-нибудь бумажка? Я хочу протестировать. Ладно, давайте в упаковке напишем что-нибудь. Оператор. Ну ты, конечно, выбрал. Ребят, здесь, скорее всего, какие-то шмотки. Это пиджак? Да, пиджак. Пояс. Либо для пиджака, либо для того, что тут еще находится. Тут находятся. Тут находятся штаны. Как ты считаешь, если мне подойдет размер, я смогу такое носить? Ну ладно. А я думал тебе подарить на Новый год. Слушай, вот все, что выбираешь ты, как-то вот странно очень получается. Хотя, кстати, я думаю, что этот комплект, он не дешевый. Тысячу должен же стоить, по идее, правильно? Ну, естественно, когда вы найдете, посмотрите, напишите в комментах, я уже смогу понять, в минусе я или в плюсе. Мы с вами очень редко в плюс выходили, но выходили. Редко, но редко, как говорится. Опускай это будет вот это. Там что-то очень мягкое. Может носки? Не знаю. Футболка с Амогусом. С Амонгас игрой вот этой популярной. Максим, ты что мне мешаешь снимать? Чтоб вы понимали, посудомойка уже раз в пятый вот так вот. Пип, пип, пип. Все, рабочий лад, рабочие тенденции. Настраиваемся на боевую распаковку. Все, беру коробку. И там оказывается iPhone 15 Pro Max. Четыре штуки. Там какие-то макароны. Меня нюхнуло макароны, чтобы вы понимали. Вы знаете, что во всех предыдущих роликах специи, чай, макароны попадались бешеное количество раз. Потерянные посылки я не снимал полгода. И все это время я ел макароны, чай. Макароны, вот эти крупы, в принципе, уже закончились за полгода. А вот чая целый шкаф, я вам отвечаю. Я просто не пью чай. Ну, редко его пью. Больше по кофе. Нет, чтоб попалось, не знаю, там кофе какой-нибудь зерновой итальянское. Конечно, макароны и чай. Ребятушки, я хочу открыть пакетик. Маленький. Честно, смело бы мог сказать, что там вообще ничего нет. Там какая-то маленькая-прималенькая штучка. Давайте не будем гадать. Золотая. Какая застежка какой. Мамма нет. Мне едят? Нет? Раз так ровный, выбирай следующую посылочку. Большой, конечно. Раз. О, ребята, она очень тяжелая. Чтоб вы понимали. И ее вес. Ну, я так и предполагал. Здесь офисная бумага. Сразу вам скажу, светокопия классическая. Да, белая. Стоит рублей 500, не меньше. Я знаю, поверьте мне. Я пользуюсь часто принтером, ксероксом, сканером и вот этой вот всей дудрой и покупаю бумагу. Пускай будет вот это. Там что-то шуршит. Ладно, давайте открывать. Она, кстати, ничем не запечатана. Просто закрыта. Ой, батарейки положили. Мне уже интересно, что это такое. К нему какие-то линзы. Хочу запустить даже сейчас. Так, он светит. Здесь линзы. А на линзах что у нас? О, ребята, планеты. Как вставлять? Нам срочно надо в темное помещение. Пошли в ванну. Рокси, побежали, скорей! Уху! Ребят, это должна быть пушка, если она работает нормально. Так, давайте попробуем другую какую-нибудь. Вау! Офигенно! Это Нептуун! Блин, это просто обалденно! Пожалуйста, найдите ее первый. Она офигенная! И самое главное, что она такая маленькая. Мне очень понравилась эта штука. Я не знаю, честно, сколько она стоит. Но мне очень хочется узнать. Может быть, сам даже пыщу сегодня вечером. Возьму, не глядя. Ну, в целом, она легкая. Надпись виднеется. Ласковый тигренок. Благодарим за покупку. Может, там что-то 18+. Это беспроводные наушники. Блин, класс! Мне кажется, они не из дешевых. Сами посмотрите на то, как они выглядят. Ребята, сразу после того, как я записал этот ролик, я перешел к распаковке наушников. И просто не мог не рассказать вам о них. Потому что для меня это стало супер открытием. Это наушники-клипсы от бренда Ласковый тигренок. В комплект этих наушников входит подробная инструкция по эксплуатации, карточка бренда, кейс-чехол для наушников. Кстати, он безумно красивый и стильный. Я вообще, если честно, люблю минимализм. И, конечно же, сами наушники-клипсы. Также на кейсе есть сенсорный экран, который позволяет увидеть процент заряда как самих наушников, так и самого кейса. Наушники практически не ощущаются в ухе в связи с его ультралегкостью и приятным гипоаллергенным материалом. Не вызывают чувство боли или дискомфорта при длительном использовании. Не выпадают из уха во время движения и даже при беге. Емкость батареи обеспечивает 24 часа интенсивного пользования. А заряжаются наушники всего за час. Отлично подходят для работы или, например, проведения онлайн-конференций. Также эти наушники оснащены интеллектуальным подавлением шума при вызовах. Отличное качество звука с высоким разрешением. Так вот, почему для меня эти наушники это и находка одновременно и открытие. Те, кто на меня давно подписаны, знают, мои наушники долго не живут. Все потому, что я их теряю прямо из уха. Например, во время тренировки или где-нибудь в магазине. Как правило, они куда-то закатываются, проваливаются и их просто невозможно оттуда достать. Абсолютно в каждый заказ к наушникам кладут подарок. И да, приобрести вы их можете на Вайлдберрисе. Ссылку я оставлю в описании к этому видео, а также в подсказках. Либо же вы сами можете зайти на ВБшечку и найти их по этому артикулу. Оператор, давай. Вот это? Там какой-то чехол, мне кажется. Очень похож, по крайней мере. Такой он ядовитый. Это чехол на iPhone 14 Pro Max, на который сейчас снимает оператор. Это мой модел телефона, но я такой не люблю, потому что это слишком пестро, ярко. Прям рябить будет в глазах. Пакетик прямо передо мной. Вижу его, открываю его. Там еще пакетик. Я, кажется, понял, ребята. Это мыло. Мыло в стиках одноразовое. Открываешь упаковочку, берешь пластиночку. Ну, например, если ты где-то в общественном месте не хочешь пользоваться общим мылом. И она очень быстренько и легко размыливается. Ты эту коробочку закрываешь и чистенько идешь по своим делам дальше. Вещь нужная, крутая. 100 рублей простая цена. Но она, в принципе, ничего и не весит толком. Но тут прям очевидно, что это книга. Я не знаю, может быть, не стоит ее распаковывать даже. Ммм, под упаковкой еще одна упаковка. Ладно, я точно не буду открывать. Астрология в лунном свете. Тара Ал. Книга про астрологию. Не знаю, книги могут стоить и дешево, и дорого. Тут не угадаешь, надо реально только смотреть. Вы тоже это видите? Это пакетик, типа чая, гигантский. После принятия ванны вы почувствуете легкость и умиротворение. Набрать в ванну воду комфортной температуры, положить в пакетик воду, наслаждаться не менее 15 минут. Сучка интересненькая, думаю, вы ее увидите в моих шортах в отдельном обзоре. Как показывает опыт предыдущих распаковок, здесь что-то мыльно-рыльное, либо средство для мытья посуды, либо средство для мытья полом. В общем, какая-то тара с жидкостью для очищения чего-либо. Господи, вот упаковали-то, а! Гель для душа, сочный абрикос. Красивая упаковка, давайте понюхаем. Ммм, пахнет обалденно, ребята! Не знаю, дешевый он или нет, он может стоить даже не понимаю, потому что иногда что-то очень дешевое может пахнуть вкусно и быть действительно классным, если это касается гель для душа, например. Странный скотч или не скотч? Ну, здесь просто очевидно видно, и мне хотелось бы его открыть. Транзит в Новосибирск. Как это оказалось у меня? Попрос. Это почтовая, что ли? Плюс один к хламу в моей квартире, который валяется и никогда не будет использован. Оператор, выбирай. Коробочку хочешь? Это чехол для телефона. За здесь я вижу что-то неоднозначное. Упаковка говорит, что это чехол для айфона. 14 Pro Max. Можешь показать, пожалуйста, поближе? Это реально так. 14 Pro Max. Совсем не чехол. Это духи, что ли? Парфюм. Да, ребята. Классно пахнет. Что-то вот такое вот сладенькое. Сладкий такой аромат. На лето прям вообще зашибенно. Ай, там что-то не очень-то легкое. Детское мыло. Ушастый нянь. Красная цена. 50 рублей. Вообще похоже на какой-то чехол или защитное стекло. Это чехол. Розовый. Женский. Но вот такой телефон. I-H-H-H-V-P50 Pro. Я любитель айфонов. Я не разбираюсь в ваших Nokia ZTE Black 4 и прочих. Я вижу еще как минимум два чехла. Айфон 14 Pro Max. Тоже мне подходит. И тоже то, что я не буду носить, потому что цвет, ну, не очень. Голубой с блестками. Ну, такое прям. Особенно вырез для камеры. Ужас какой-то. Тебе нравится оператор? Блин, я думал тебе подарить надо сенсию роля. Цехол для неопределенного какого-то телефона. NLO. Неопознанный телефон. Huawei. Nokia. Больше ничего не знаю. Силиконовый. Силиконовая накладка. Еще два объекта. Они, наверное, самые большие из того, что осталось. Давайте их распечатать. Довольно легкая. Подгузники. Тряпки для уборки какие-нибудь. Пеленки. Honey Kids. 10 штук. 60 на 60. Рокси, у тебя есть пеленочки. Пеленочки, Роксюнька. Пописываешь еще, покакаешь еще. Вижу, что это какое-то чистящее. Из-за упаковки не могу прочитать, какое. Универсальный. Гель 3 в 1. Доктор Активит. Актив. Актив. Доктор Актив. Господи. Девушки, а как вы это носите? Это что такое? Привет. Ужас какой. Это не трусики. Это набор. Веревка и кусочек ткани. 44 размер. Это 44. Мне на голову не налезет. Я немножко подзапутался. Давайте выложим в середину то, что мы еще не распечатали. А вот кучка, которую нам еще предстоит распечатать. Горилла Глаз. Ну, это стекло какое-то защитное. 100%. Это защитное стекло для Huawei P40 с рамкой. Не знаю, сколько стоит, честно. 100 рублей за отзыв можно получить. Опять что трусы какие-то? Или колготки? Это детские штанишки. К тому времени, когда у меня появятся дети, у меня уже будет все для них. И детское мыло, и рубашечки. И даже на вырост кожаные юбки, если будет девочка. Ой, она тяжелая. Пептид плюс райс. Нутрицион. Доктор Милосу. Это мицеллярная вода. Корейский бренд. Корейская косметика. Если она оригинальная, она может стоить и 3 тысячи. И 2 тысячи. Спокойно. Вообще, как нефиг. Это я вам говорю, потому что я знаю. Надеюсь, она оригинальная. Защитный чехол. Он просто лежал этой стороной, и я не видел. А так, тут, в принципе, прозрачный пакет. Для какого телефона? Вы. Как я ненавижу эти чехлы. Господи. Не представляю, если бы я на айфон себе купил вот такой. Нда. Алло. А, нет, не так. Чик. Нда. Алло. А вообще, остались те, кто пользуется такими чехлами? Если это вы, ну и книги, что ли, в комментариях. Мне прям интересно. Вареники, байники, ели вареники. Класс. Тоже, что ли, чехол? Я не знаю, для какого это телефона. Но, почему-то написано Индия. И вот чего-то там. Хороших чехлов много не бывает. Опять. Опять чехол. По-моему, кстати, даже... А, ребята, один и тот же магазин. Бля, он красивый. Нравится? Обалденный. А на какой он? Посмотрим. У меня есть 14 про Макс и 13 про Макс. Померим. Осталось всего 5 посылочек. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте откроем ту, которая просвечивает для начала. Это картофельный крахмал. 50 рублей, допустим. И то это, с преувеличением. Мне идет? Да? Тебе нравится? Я хотел тебе подарить на 8 марта. Ребятушки, у нас осталось три пакетика, в которых вообще непонятно, что находится. Давайте уже скорее открывать. Снова чехол. Серьезно? Я не знаю, какой это телефон. На очень маленький, видимо, какой-то старый. Матирующая пудра для лица. Ну, я такими вещами не пользуюсь. Я за естественную красоту. Признак молодости это прыщ. Остался последний пакетик. Я хочу плакать, потому что распаковка заканчивается. Очень важен ваш отклик. Если вы проявите активность, и я увижу действительно, да, что вам это интересно, то потерянным посылком быть. И я буду продолжать искать продавцов, покупать посылки, тратить кучу денег и делать этот контент, несмотря на то, что он, как правило, не выгоден вообще. Но вас это не касается, потому что это уже мои хлопоты, заботы. Я делаю контент, чтобы порадовать вас. Таблошко на паспорт, что ли? Есть удостоверение. Принцесса и Банесса. Распаковочка подошла к концу. Не осталось у нас с вами больше посылочек. Стол, на котором навалено куча всего. За столом навалено, не меньше. Ну, здесь упаковка, по большей части. Ого, с этой части вообще дофига всего. Мне предстоит генеральная уборка. А вам всего лишь нужно после просмотра этого ролика подписаться на мой канал и поставить полицию вверх, чтобы мы с вами больше никогда не потерялись. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока. Вырвай.